Всем привет! Небольшое видео снимаю для таймлапса, для монтажного таймлапса, проект такой. Подготовки к работе муфты МОКТ-3. Все эти муфты я готовлю одинаковым образом. Там есть небольшие недочеты, по моему мнению, недочеты. По мнению производителя, так все должно быть. Соответственно, для стыка просто двух кабелей сразу я произвожу зачистку на месте, чтобы потом этим не заниматься, потому что, когда выезжаем куда-то, необходимо срочно, быстро все. Время нет даже на такую мелочь. Зачищаю всего лишь два ввода. Отрезаю, отрезаю под кабель где-то 13,5-14 миллиметров диаметром. Работаю пилой. Это бахка для подрезки в саду сучьев деревьев. Мне нравится ей работать, потому что очень большие зубья. Мусор весь убираем. Что делаем дальше? Снимаем замок. Уже готовые муфты. Дальше что я делаю? Откручиваю фиксатор брони для грунтовых муфт, которые в канализации используются. Я этот зажим использую для муфт и ток, потому что туда производитель перестал вкладывать такие зажимы. Раньше были в комплекте, сейчас нет. Мы экономим здесь на этой муфте. Для диэлектрического кабеля этот крепеж не нужен. Дальше я убираю вот эту металлическую пластину. Тоже она не нужна на этой муфте, потому что при фиксации модуля на кассете здесь происходит надлом модуля. Так, ну тут хотел немножко покритиковать, а шуруп вылез нормально. В общем основной недочет всех муфт SSD при работе шурупами. Вот сейчас будет видно, что они выкручиваются вместе с пластиком. И дальше это место уже, куда мы будем закручивать этот шуруп. Повторно, когда закручиваешь, уже потом он держится там гораздо хуже. Так, закрутили. Прикручу попозже. Дальше. Дальше я перекручиваю крепеж кассеты. Объясню для чего и как. Чтобы не фиксировать кассету, я работаю с одной кассетой. Она очень емкостная, 50 сварок позволяет сделать. Для моей магистрали этого не нужно. У меня будет всего лишь стык 8, по-моему, волокон. Мы делаем следующее. Это я делаю на всех этих муфтах. Я их не знаю, уже, наверное, сотни-две перекрутили. У нас тут как-то был целый день. Все монтажники занимались тем, что привезли большую партию этих муфт. Мы занимались тем, что готовили эти муфты. Реально очень много времени это занимает на монтаже, поэтому делаем все загадя. Выкручиваю, достаю шайбу, вставляю болт назад, вставляю кассету. Закидываю сюда вот эту маленькую шайбочку и подкручиваю назад гайку. Здесь делаю то же самое. Тут теперь нужно придержать отверточкой, потому что гаечка там маленькая, она крутится в отверстие. Так, эту зафиксировали. Теперь фиксируем эту сторону. Все, очень крепко держится. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы очень быстро и оперативно залезть в кассету. Крышечка кассеты имеет вот здесь фиксацию. Все, она никак отсюда не выскочит уже. Я писал где-то на форуме, обращался к менеджеру SSD с комментарием по этому поводу, что если бы эту кассету сделали вот следующую, чтобы она фиксировалась вот прям на эти места, было бы просто великолепно. Вот. Так, ну и соответственно прикручиваем назад вот этот крепеж центрального силового элемента. подгибаю назад, выравниваю. Вот эти откручиваю сразу, чтобы этим не заниматься потом во время монтажа, чтобы муфту быстро делать. Эти наоборот закручиваю, они практически все сейчас почему-то разболтанные, не знаю. Раньше очень крепко прикручивали. Наверное, сейчас на сборке женщины, наверное, у них на линии. Все. Значит, резиночку достаем, сюда вот ставим. А, ну и вот так вот делаем. Замок. Все. И получается у нас комплект. Из комплекта сразу выкидываю ненужные вещи. Что тут еще нам не нужно? Нам не нужен еще пинцет. Ну, чтобы потом в поле это все не выбрасывать. Стараемся беречь природу. Все это выбрасываем на базе. Все, муфта готова под монтаж. И на нее время не нужно вот эти драгоценные 5-10 минут в поле. Они не нужны. Вернее, экономятся. Все. Всем спасибо.